На прошлой неделе в Донецкой области зарегистрировано 21 875 случаев заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями. Показатель заболеваемости на 10 тысяч населения составляет 110,5, что на 23,6% выше, чем на предыдущей неделе, и превышает уровень эпидемического порога в 1,8 раза. Об этом сообщает военно-гражданская администрация Донецкой области. Отметим, что с начала года от пневмонии с подозрением на вирусную этиологию умерло 22 человека. Согласно результатам вирусологического исследования, от умерших в четырёх случаях выделен вирус гриппа. Лабораторные исследования продолжаются. Приняты меры по приостановлению учебного процесса в школах и высших учебных заведениях 1, 2, 3 и 4 уровней аккредитации. С 19 января незаконная группировка ДНР на трассе Гурловка-Артёмовск, проходящей через линию разграничения, установила так называемый «таможенный пункт». Об этом сообщают пользователи в соцсетях. На заправке «Экстра» рядом с майорским авторынком люди в камуфляже тщательно проверяют автомобили и пассажиров автобусов. Паспортные данные каждого человека заносятся в электронную базу данных, сообщают очевидцы. Какая именно информация вносится в базу, существует ли у неё система защиты, кто имеет к ней доступ, а также зачем она нужна, неизвестно. При этом также неясен порядок проверки, что разрешено провозить и в каких объёмах. Год назад, 24 января 2015 года, был обстрелян микрорайон «Восточный» в Мариуполе, в результате которого 30 человек погибли, ранения получили 125 мирных жителей. В эту траурную дату горожане собрались утром в храме, где была проведена поминальная литургия. Позже у памятного знака погибшим в необъявленной войне жители города собрались на митинг-реквием. В траурных мероприятиях ко дню памяти приняли участие руководители Мариуполя. Во главе с мэром города Вадимом Бойченко также присутствовал бывший мэр города Юрий Хатлубей. Вот прошёл из тех ужасных, трагических событий. Поступок тех людей, которые отдавали приказ, которые наживали на курок, никак иначе, как террористический акт против мирного населения города Мариуполя назвать нельзя. Жители Восточного поделились с журналистами общественного телевидения Донбасса воспоминаниями о трагедии. Ужасный день, помните, в прошлом году? Ну, были дома, проспали, не пошли в школу. И так получилось, что нас Господь Бог уберёг. А потом побежали к маме на Комсомольске. Какое улице у вас там попало? Ну, в нас конкретно не попало, но соседние дома сильно. Тяжело. Обычно встал утром, побежал на стадион пятой школы, пробежки делаю, ну и снаряды приземлились. И почти 5 метров от меня снаряд приземлился. Ну, живой, без осколков, без ничего, без ранений. А люди, которые были дальше, осколками пострадали. Повезло просто. В этот же день в Мариуполе гражданский корпус полка «Азов» вышел на факельное шествие памяти жертв теракта. Несколько десятков человек прошлись с факелами от проспекта маршала Жукова до памятного знака жертвам обстрела. А затем почтили минутой молчания погибших в результате трагедии. Погибло 29 человек. 102 человека, 102 жителя этих домов оказались в больнице. Среди них девочка 16 лет, девочка 14 лет, девочка 12 лет, девочка 4 лет и девочка 2 лет. Которые явно это не заслужили. Все те, кто здесь собрались, своим сердцем мы находимся там.